Не все рыбаки знают, что ловля карася поздней осенью, вплоть до самого ледостава, тоже может быть очень даже результативной. Более того, в некоторых водоемах карась может клевать уже и после становления льда, и иногда практически всю зиму. Просто клюет он очень вяло и осторожно. Так что ловля карася зимой сопряжена с некоторыми трудностями. Ловля карася в ноябре первое, то что нужно, это разведка. Карась не везде и не всегда клюет одинаково, особенно в столь непростое время. Чтобы найти подходящий водоем, придется немало повозиться, и мы с Ирой объехали немало водоемов, чтобы найти те, на которых клюет карась поздней осенью. Можно, конечно, обойтись исключительно своими силами, методично облавливая водоем за водоемом, но лучше всего обмениваться информацией с другими рыболовами. Вот и нам этот водоем подсказал один из рыболовов. Первый карасик. Всем привет! Приехали мы на новый водоем, на стовок. Видать, здесь была когда-то рыба, но видите, стовок спущенный. Ну и сегодня уже 20 ноября, и вот ловим мы карасей. Но сейчас еще сделаю прикормку, может все-таки подтянется побольше карасик, чем такой маленький, но все равно приятно в ноябре месяце половить карасей на поплавок. А ловим мы на вот это тесто, которое было в прошлое видео, что я сделал. На тесто клюет. Ставил я уже и мотыля. Проклюнуло пару раз, но на тесто лучше. В общем, сейчас сделаю прикормку. У нас с прошлой рыбалки осталось пшено. Но оно с морозилки, оно еще пока разморозится. Сейчас положу его, наверное, в воду. Ну и сделаю какую-то прикормочку. Макуха, хлеб, в общем, и пшено. Как правило, по холодной воде от прикормки толку большого нет. Приманить карася издалека не выйдет, но если рыба шастает неподалеку и хотя бы удастся расшевелить и спровоцировать на поклевку. Прикармливать лучше небольшим количеством кормовой смеси. Для стартового закорма можно использовать практически весь объем прикормки, потому что к докармливанию карась в этот период относится не очень хорошо и может вовсе отказаться клевать. Вот одел опарыш и на кончик тесто. Вот так. И бросаем под камышек. И посмотрите, здесь вообще глубины нет. Посмотрите, какая у меня глубина. Вот грузик. Вот один стопорок, чтобы поплавок держит. Глубина у нас 15 сантиметров. 12-13, где-то так. Вот верхний стопорок, которым выставляю глубину. Глубины нет вообще. Глубина у нас 15 сантиметров. И вот ловятся такие карасики на тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все-таки думаю если к прикормку сделаем то будет получше и так набрал я водички ведерко хлеб и это дело надо чтобы она полежала размочилась макухи и все вам этой прикормки должно хватить принципе карасик по чуть-чуть проклевывает и без прикормки но я думаю все таки прикормка свое дело сделает и придет больше карасик так это теперь надо слить перемешиваем и достаем пшено замороженное с морозилки теперь его разбить бы ну пока так такое пшено потом она расттанет ну и все и вот этим будем подбрасывать прикормки подбросил и затишье уже минут пять десять вообще никакого движения не клёво осенью когда вода уже холодная как правило карась клюет на тех водоемах на которых он клюет зимой то есть там где мало ила в принципе здесь этот водоем ветер здесь глина в основном ила там мало и поэтому и карасик клюет ему некуда зарываться и по холодной воде он берет и и и и и и подбросил прикормки уже прошло минут 15 ни единой поклевки то есть или карась есть ту кашу мы побросали в принципе он должен и проклевывать ну затишье может крупнячок подошел какой-нибудь будем ждать вот и прикормочкой начала работать карасик уже покрупнее ну а ловлю я как обычно осенью на одного опарыша так раз теперь тесто кусочек это ладно что будет большой может большой клюнет и вот так раз и получается вот такая насадочка бросают от камышек глубина конечно 15 сантиметров не поплавок длиннее и у игры уже покрупнее карасик клюнул молодец поклевки такие так как глубина 15 сантиметров то только в бок едет ведет поплавок и все и может некуда его затягивать затянуло кому интересно то грузик у меня затянуло подожди не спеши не дергай скользящий поплавок 2 плюс 2 грамма скользящий грузик 2 грамма чуть меньше потому что я его ножом подстругал то он меньше у меня даже чем 2 грамма и поводок флюорокарбон 0,16 и крючок по советской классификации где-то двоечка два с половиной и 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 вблизи Решил забросить на дальняк. Глубина не 15 сантиметров, а 20 сантиметров. И карасик чуть побольше. Тарасик. Есть. Ты резку поймал, ты мне перекинела, Ира. 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 Вот так, вот так, вот так, вот так, ого, это самый на сегодня больший карась. Возьми. Ну, с мою руку, даже чуть больше. О, льёт. опарыш попробовал в общем когда ставлю три опарыша плохо клюют редко-редко два тоже плохо один опарыш тоже плохо когда опарыш с подсадкой тесто почаще клюет в общем тесто видать его привлекает опарыш шевелится и он на него клюет как-то так и червяк плохо клюет и мотыль плохо клюет работает в основном тесто с опарышем с одним сейчас покажу как одеваем опарыша вот так и тесто руки-то мерзнут не май месяца ноябрь конец ноября и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, по всем правилам караси активны, когда вода больше 12 градусов Сейчас в водоеме, наверное, вода 10 градусов Где-то так Но все равно карасик проклевывает Но к обеду сейчас начал хуже клевать Редкие поклевки и вялые такие Ну, по крайней мере, все равно клюет И это нас радует На поплавочек приятно смотреть, когда он клюет Да, на такой глубине я давно не ловил 15 сантиметров На дальняк 20 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а на сегодня, я думаю, вот это у нас крайний карасик Рыбалка наша подошла к концу На сегодня у нас вот такой вот улов Карасиков мы этих, конечно, отпустим В принципе, для ноября улов шикарный, считаю Вот они разные, карасики Вон самый большой, который проклался Вот такой Плывите, растите В ямку нашли и не хотят укунуть Плывите Они живые, живые все Живучие караси Ну, в общем, вот такая у нас получилась сегодня рыбалка Ну, а на этом, до свидания Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки До свидания До новых встреч Я не знаю, пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!